Монолитный комплекс бизнес-класса, расположенный на западной границе Москвы и Московской области. Квартиры с прекрасными видами, с балконами, детский сад и другая инфраструктура. На бумаге чуть ли не идеальный жилищный комплекс. В жизни долгострой, веру в который потеряли уже многие. Приобрела квартиру в 2011 году, с учетом того, что она должна была через полгода сдастся. С тех пор, в общем-то, стройка прекращена. И все эти годы два корпуса огромных стоят и медленно разрушаются. По информации властей, в западных воротах столицы не исполнили около полутора тысяч договоров. Ранее городская прокуратура Одинцовского района возбудила уголовные дела в отношении вице-президента, компаний-застройщика и инвесторов по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Пока дольщики терпеливо ждали свое жилье, у правоохранителей появилось подозрение в том, что организации занимались двойной продажей квартир. У меня восемь детей, мне негде жить, я инвалид стала. С этим жильем я стала инвалидом, я потеряла все свое здоровье. У меня вот одному сейчас маленькой девочке, у меня вот сегодня пять лет, я не отмечаю день рождения, потому что я сижу здесь, потому что мне завтра с ней идти некуда будет жить. Власти активно взялись за проблему весной. Между инициативной группой дольщиков и правительством Московской области было подписано соглашение об урегулировании ситуации. К нам наконец-то спустились люди с небес. И, в общем, наконец-то, впервые за эти годы была подписана бумага соглашения о том, что стройка все-таки будет вестись с определенными датами. Власти сейчас начинают процедуру изъятия земельного участка и передачи объекта другой компании, которую еще только предстоит найти. Впрочем, отчаившиеся люди сомневаются даже в потенциальных застройщиках. Тот компенсационный участок, о котором мы говорим, он получит право его застраивать лишь после выполнения обязательств перед дольщиками западных ворот столицы. Поэтому у него эта морковка будет висеть перед носом до тех пор, пока здесь не завершится стройка. Потенциальному застройщику придется достроить в жилищном комплексе вторую и третью очереди общей площадью 151 тысяча квадратных метров. Внимание региональных властей к ситуации дает надежду на то, что она наконец-то разрешится в лучшую сторону.